Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Валерий Балсыновский. Сегодня мы поговорим о тонкостях, вот как я рекомендую работать. В принципе, это над курсами именно Котлин, но это не всё. Смотрите, когда вы заходите на сайт Котлин, там есть курсы, да? И если вы обратите внимание, они не идут линейно. Абсолютно верно, вы не найдёте этот материал ни в книгах, нигде. По сути дела, книг по Котлин нет, все книги по Котлин идут в сравнении с Java. То есть, грубо говоря, все книги Котлин пишутся для Java-программистов, чтобы всю армию Java-программистов побольше переманить на Котлин. Это вполне нормальная реакция. Я исхожу из того, что человек вообще языка ни одного не знает. И когда вы смотрите курсы Котлин, да, то вы видите, идут, допустим, переменные, потом идут функции, потом классы. Вроде бы, вроде бы не совсем понятно. На самом деле вы здесь не запутаетесь. Я поясню свой замысел. Моя основная задача была, чтобы заострить ваше внимание на тяговой лошадке, именно функции. Тяговой лошадке, по крайней мере, тех языков, которые мы изучаем, функции. И когда мы начинаем рассматривать язык в пределах функции, да, то для нас все меняется. По сути дела, тогда мы работаем с языком правильно. То есть нарабатываем написание самих функций, да, в классах же ведь мы тоже будем функции писать, только будут они просто называться по-другому. Но принцип тот же. Так закладывается хорошая основа языка. Но я сейчас хотел бы еще заострить на двух моментах внимание. Вот если мы возьмем сейчас и нарисуем, да, есть такое понятие, как угол зрения, да, на изучении языка. Это архиважно. В принципе, я это начал понимать, да, через довольно много лет. Сейчас я объясню, прежде чем я перейду вот к тому, для чего я пишу это видео, я сейчас поясню для совсем новичков сначала. Новичкам, которые вообще ни одного языка не знают, я рекомендую однозначно начинать со школы Python-Jango. Почему? Здесь немножко другой стиль обучения. Он намного попроще. Например, человек начинает изучать тот же Python по урокам, которые понимают дети даже с 6 лет. Да, вот можно свободно начать с первых там уроков. Единственное, надо не забыть перейти, если нету логина и пароля, пока нажать «Зайти гостем». То есть можно уже посмотреть первые уроки, да, то есть понять, насколько просто я объясняю. Да, вот дальше посмотреть, там, смотреть курс и так далее, и так далее. И там дальше уже платный раздел, есть другие уроки, потом мы переходим к Django. Вы пишете на Python-Jango, это само собой, доходите до функции здесь, и здесь есть практика Python-OP. И уже начинаете работать именно с разделом в группе. То есть вот здесь написано, вот это надо все подряд читать, да. И пошли работать, кроме видеоуроков, начинаете работать самостоятельно. Здесь формируется очень важная вещь. То есть, по сути дела, по сути дела, сейчас поясню. По сути дела, как-то мне один из участников нашей школы говорил, что вот есть школа программирования 42, да, действительно. Там основной принцип, что человек может абсолютно все найти в интернет, и в принципе больше ничего не надо. Так вот ни хрена, ребята. Когда человек приходит, новичок, у него основная задача какая? А он не знает, что искать. Он не знает, из чего состоит язык. Он не знает вообще структуру. Это я могу найти все, что угодно, потому что я очень четко представляю структуру языка программирования. А новичка надо учить искать. Поэтому новичок не может никакие вопросы решить. Поэтому раздел для самостоятельной работы, где я четко даю. Теперь попробуйте расширить функцию. Возьмите строки. То есть даю советы, и тогда уже человек начинает по моим подсказкам работать уже с интернетом. И в конце концов формирует у себя базу, а как, а что искать. И легко потом может уже пользоваться справкой, все делать на лету. И вот как только, смотрите, вы дошли до функций, вот я говорил, на Django, да, то приступайте, это я рекомендую, да, к языку программирования Kotlin. То есть здесь, хотя мне часто спрашивают, когда проделывают первые уроки по Kotlin, что, а по Python Django тоже такие уроки, как, ну, понятные, как по Kotlin. Нет, по Python Django проще. Здесь я все-таки предполагал, что человек уже должен знать определенные азы. И здесь используется, если, если на, в школе Python Django, мы используем, какой метод? В принципе, для изучения Python линейный, то есть мы просто знакомимся языком, набираем базу, то в курсах Kotlin уже немножко другой подход. То здесь до первых 23 курсов, сейчас плавно перейдем к тому, зачем я видео это пишу, да, мы знакомимся практически со всем языком, то есть переменные, функции, начинаем работать с классами, нуль и так далее, да, то есть мы въезжаем в язык, но по сути дела, дойдя до 22 курса, у человека должно быть состояние, что в принципе понимаю, но скорее всего писать пока не могу. Это нормально. А вот дальше, что мы делаем? Вот я не зря вам показывал раздел, да, который есть в школе Python, да, где человек работает самостоятельно. Так вот, вот эту вот такую вещь я начал уже осознанно закладывать в курсы, то есть с 23 курса у нас пошло переосмысление, уже переосмысление, я назвал АЗОВ, но потом подумал, что это не совсем АЗЫ, что вы меня понимали, я не составляю полностью план на курс сразу. Это просто будет делать неправильно. По одной простой причине, сейчас вы меня поймете, я опираюсь на справку и на опыт. Вот пример, да, сейчас перейдем к тому, зачем я это видео писал. Вот пример. То есть, переосмысление АЗОВ, и мы пошли, вроде что проходили, да, пошли к функциям, потому что функция это тяговая лошадка и уже осознанно. И вот, допустим, чтобы вы меня сейчас поняли, я сейчас покажу. То есть, мы уже начали не просто, мы уже умеем писать функции, но теперь нам надо осознанность. То есть, мы четко опять вернулись, рассмотрели понятие опять. Да, это может быть кому-то излишним, но опять же, зачастую я вижу люди после пару лет программирования, ну, не соображают, что значит функция принимает, что значит функция возвращает. И мы, значит, рассмотрели все-таки АЗЫ, да, допустим, то, что в скобках принимает, далее рассмотрели конкретно в Котлин, здесь мы отмечаем тип возвращаемого, а вот это то, что возвращает. Потом, нам сегодня в курсе, допустим, надо было четко заложить, а как пользоваться функцией, потому что мы рассматривали сначала простой вариант, который точно бы работал. Вот у нас есть функция MyFan, да, MyFan, в которой принимает два значения типа интежер, то есть число целое, x и c. И по сути дела, я просто показываю, что вот эти мелочи, они очень важны, на все влияют, на безопасность. Мы можем сделать так, и так мы в курсе раньше и делали. Да, мы берем, допустим, MyFan, вот наша функция нашлась, и указываем, грубо говоря, параметры. Среда нам подсказывает через запятую, там, допустим, все, и мы можем ее запускать. Но, правильно ли это? Если мы обращаемся к документации, то видим, да, что в документации рекомендуется создавать переменную, а перед этим мы тоже очень серьезно повторяли переменные. Да, и документация, документация, предполагает, то есть, рекомендуют разработчики, и мы сейчас опираемся именно на рекомендации ребята-разработчиков, то есть, работаем с документацией, после урока я даю дочитать вам документацию, чтобы вы четко это понимали. Рекомендует все-таки создавать переменную валь, да, мы создаем переменную валь, назовем ее Result3, и присвоим ей значение нашей функции, myFan, да, и здесь уже мы прописываем значение, то есть, мы обязательно должны прописать то, что функция принимает, нам среда сразу подсказывает, если мы не пропишем, и вот я просто говорю вам, что ребята, вот как я показывал уроки, так и делайте, это архиважно, не надо читать кучу книг, надо просто брать, и вот то, что я показываю, делать, а так ли это будет работать, пусть документация, пишет все, что угодно, вы должны это проверить, давайте, вот у нас красная лампочка, мы попробуем запустить, да, скомпилировать, мы должны получить ошибку, прочитать эту ошибку, я то понимаю, то есть, видите, да, то есть, мы должны уже были предполагать, я предполагал, вы пока нет, Kotlin no value pass it for parameter x, ну нет параметра x, нет параметра c, запустите лишний раз, понимаете, вот эти мелочи, они важны, мы поняли эту ошибку, в объем наши параметры, пусть это будет 100 и 100 и запустим, это должен появиться 200, сейчас не появится, потому что мы не оформили это в точке входа, и смотрите, когда мы забили в переменную валь, то есть, грубо говоря, неизменяемые переменные, а мы с вами перед этим очень тонко рассматривали, то есть, это переменные только для чтения, в данном случае, когда мы вот так записали функцию, ну, во-первых, по сути дела, это неверно, это, мы делали это в курсах, да, но просто, но это неверно, почему неверно, во-первых, здесь функция не защищена, мы, мы вписали функцию, она открыта, по сути дела, по крайней мере, надо было модификатор написать, да, мы их изучали, то есть, а что, какой доступ можно иметь к этой функции, так вот, а когда мы конкретно вбили валь, то есть, в данном случае, наша функция защищена, почему, потому что валь, это параметр переменной, который определяет, что это, это переменная только для чтения, то есть, это безопасность, допустим, вы пишете программу для банкомата или чего-то, уже ее нельзя изменить, теперь, конечно, когда мы скомпилируем программу, где мы там, а, мы еще не записали, мы просто можем посмотреть, что у нас все получилось и просто вбить сейчас результ 3, да, и уже однозначно получить значение, да, вот оно, я сейчас прочту, а, ну, подождите, хочу, да, сначала закончу одну мысль, так вот, я помните, говорил, нельзя, нельзя составить план сразу, а, допустим, любой учебник, если писать, то он требует, как тут правильно сказать, ну, то есть, если вы откроете, допустим, официальную документацию, да, то там просто все разделено, правильно, почему, потому что это документация, вот мы открываем, сейчас поймете, о чем я хочу сказать, и здесь разделено по разделам, почему, потому что документацию так удобно можно найти, но проходить материал, особенно новичку, здесь толку нету, по одной простой причине, вот я сидел сегодня, да, вот делал урок, то есть, я набрасываю себе по функциям, что пройти, да, опираясь на доки, дальше я себе думаю, а чего-то не хватает, а чего не хватает, на самом деле, когда я посмотрел на тело функции, так как я знаю уже не один язык, я понимаю, что новичок здесь начнет плавать, почему, потому что здесь именно в этом моменте, в этом моменте, надо вложить три понятия еще, ключевые слова, выражения, инструкции, как только человек начинает понимать разницу между ключевое слово, это понятно, вбитые слова, фан, валь, вальвар, я давал, я давал как раз домашнее задание, поэтому важно, ребята, делаем домашнее задание, именно то, кто делает домашнее задание, те как раз таки начинают работать, это я в конце скажу, потому что ради этого писал видео, как работать, а допустим, я это понимаю, и я сразу ребятам говорю, вот это выражение, инструкция, мы пройдем следующим, хотя изначально я это не планировал, у меня это на подсознательном уровне было, но я понимаю, что так как я делаю курс для людей, которые рассматривают, что не знают ни одного языка, есть ли это, есть, вот ключевые те же слова, да, но они никак не, если человек откроет функции, да, функции, просто функции, то здесь он ничего не найдет о ключевых словах, то есть разработчики документации предполагают, что в принципе этим уже человек должен владеть, а новичку ведь это надо объяснять, поэтому я себе вбиваю прямо сейчас, потому что это у меня в голове всплывает сейчас, что сейчас этого не хватает, то есть выражение инструкции, я то знаю, но новичок не знает, что допустим инструкция имеет значение, а выражение не имеет значения, и там сразу цепляется, что выражение это первый уровень, и правильно, если новичка направить и википедию прочитать, он это будет знать, смотрите, сколько вылазит, но самое главное, когда мы здесь это начинаем проходить, да, то мы это встраиваем в контекст, ребята, это самая важная вещь, ведь язык когда понятен, когда он дается в контексте, 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 и дальше уже человек может легко соображать, но сегодня, вот сейчас я отвечаю на вопрос, вот сейчас отвечаю на вопрос, зачем я в принципе и начал это видео, как говорил, а я просто-напросто вам покажу сообщение, сообщение с группы, чтобы вы меня поняли, я его зачитаю, оно небольшое, просто многие участники школы этого не понимают, а я стараюсь снова и снова объяснять, сначала прочитаю, обратите внимание, мы функции уже проходили, но мы их просто проходили, теперь мы заостряем внимание на всех мелочах, по сути изучаем таким образом, чтобы писать, то есть, как я говорил, я начал вбивать материал, чтобы человек уже проходя уроки реально становился на ноги, как-то Сергей Асачи, мы сейчас прочитаем, писал очень важную вещь, что он начал изучать котлин, чтобы не упустить мобильный рынок, я рассказывал, давайте я отвлекусь здесь и покажу опять же свою позицию, потому что большинство новичков, что какой вопрос задают, ребят, задают вопрос, какой язык выбрать, какой язык выбрать, потом начинают сомневаться, да, тот ли это язык, а потом задают второй вопрос, второй вопрос, а что можно написать это верно отчасти, и в принципе до четырех лет я даже когда года четыре уже занимался программированием, я считал, что вот этот вопрос верный, на самом деле он частично верный, вот когда уже прошло восемь лет, когда я изучал программирование, я понял, что ни первый, ни второй не дает полной картины, а какой же правильный вопрос, правильно задать вопрос по рынкам, ребята, я разделил всего на два рынка, и вы поймете, почему такой выбор языков, для меня существует веб-рынок и мобильный рынок, я для себя понял, что Python, Python, для меня покрывает весь веб-рынок, при этом я здесь не написал рынок графических интерфейсов, да, потому что допустим бери библиотеку PyKT в Python и пиши со скоростью C++, то есть я не беру, это и так можно, но я взял два глобальных рынка, а Kotlin мне дает возможность писать в мобильном рынке, но учитывая, что Kotlin полностью переделан, то есть на нем можно писать и веб-рынок, кроме того, есть ли человек программисты, я веду к тому, чтобы он легко мог писать на любых языках, абсолютно, это в других видео я говорил, то есть почитайте истории ребят, там очень хорошо описано, почему надо изучать несколько языков, поэтому сейчас не буду отвлекаться, а коротко скажу, так вот, выпала мысль, сейчас, секундочку, сосредоточусь, а, ну все, так вот, по сути дела, все равно, как вы не крутите, Kotlin вас выведет на Java, при этом, если изучать, допустим, начать, изучать вообще Java, большинство людей забрасывают Java через первый месяц, уже, почему, потому что изучать Java с нуля, это самоубийство, по одной простой причине, причиной следующая, чтобы изучать Java, надо по крайней мере хорошо понимать, что такое объектно-ориентированное программирование, почему, потому что Java полностью объектно-ориентированный язык, тогда Java становится, когда же человек сначала изучает Python, да, он там знакомится действительно с довольно простым объектно-ориентированным программированием, у него эти все понятия становятся, как говорится, в мозги, да, потом он начинает изучать Kotlin, Kotlin довольно прост, действительно прост, но я все показываю, ну, все пишут, кто хочет, да, тем более при таком подходе, как я, такого подхода вы нигде не найдете подробного, сравнить очень просто, смотрите, вот код на Kotlin одна строка, тот же код на Java 40 строк, разница есть, но тем не менее, все равно, изучая Kotlin, вы все равно будете знать Java, почему, потому что, если вы пойдете таким путем, как я говорил сначала, Python, вы будете понимать ООП, изучая Kotlin, Kotlin легко перегнать Java, Java в Kotlin, вы начнете, в принципе, понимать Java, ну, потихонечку на автомате, хотя и вы его, как правило, изучать не будете, но всегда сможете легко разобраться, Java вам, по сути дела, не нужен, но иногда надо, допустим, на том же, в том же Android Studio, сделать приложение для iOS, вам придется подключить библиотеку Java, чтобы она просто скомпилировала не только для Android, а для iOS, и Java, как ни крутить, все равно остается одним из лидеров, да, рынка работы, рынка приложений, и когда мы выбираем Python, Kotlin, Java, по сути дела, мы можем браться за любой сложности проекта, любой, ладно, просто отлегся, давайте опять к нашему сообщению, да, Сергей начал делать, чтобы не упустить мобильный рынок, да, то есть поняли мое соображение по рынкам, подумайте над этим, очень классно делать, да, по ходу выхода уроков, допустим, такие ребята, это как Сергей Асачий, да, вот он сразу включился, сегодня пишет на двух языках, прочитайте его историю, у него это получается, да, и у вас будет получаться, а мне пишут досадно, что многие люди этого недопонимают, ну, потом, а ведь изучение двух языков, как я говорил, почитайте историю ребят, именно изучение двух языков, одного со статической типизацией, другого динамической, и ставить на ноги, начинается сравнение, мы начинаем думать, совсем по-другому, и мы начинаем глубоко вникать в язык, поэтому, пока вы изучаете один язык, вы никогда не станете профессионалом, профессионал это человек, который берет с ходу любой язык, начинает писать, но для парадигмы языка все одинаковые, ну, как сказать попроще, парадигмы, основы языка, у всех языков есть типы данных, функции, в основном, да, которые, по крайней мере, классы, классы делают то-то, 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 и так далее, и так далее, ведь это все одинаково для всех языков, так вот, в изучении двух языков, и именно в метод неиспешного изучения, есть огромная экономия времени сил, в этом методе есть действительно сказка, песня, чудо, фантастика, это правильно, это работает, почему? Потому что вы начинаете тренировать свой мозг настоящим образом, вы, например, работаете с Пайтон Жангой, вышел курс по Котлин, вы переключаетесь на Котлин, само переключение на первом этапе будет для вас очень тяжело, об этом тоже написал Сергей Асачи, просто, почему? Ведь я переживал те же чувства, сегодня мне писать, я могу открыть проект на Котлин, потом открыть на Пайтон, при этом у меня нет каких-то там вещей, мне не надо перестраиваться, бац, и пошел, пошел работать, и вы к этому придете. В начальном этапе довольно сложно перестраиваться, но этого периода не надо бояться, надо дальше продолжать. Переключились, потренировались, но сейчас я хотел бы, сейчас бы я хотел, чтобы вы подумали на такой вещи, вот именно для чего я писал это видео, смотрите, потренировались, на завтра встали, попробуйте все написать осмысленно, не получается ничего, снова, пошли, потренировались, опять на завтра встали, я говорю именно о чем, дайте я дочитаю, бац, получилось, и вот тут приходит огромная радость у вас, вы начинаете понимать, что то, что вы пишете, вы понимаете, что вы пишете, вы понимаете, какой будет результат, то есть, вы понимаете, что вы двигаетесь, ребят, вот это, я ради этого и записывал этот курс, то есть, именно так я сейчас вообще строю Котлин, но сейчас я хочу обратить внимание, как вы заметили, я говорил, мы начинаем глубоко, кто повторения боится, ну, что ж, бежите, бегите, да, а я говорю так, ребят, если вы вдруг переключили Жанга на Котлин и начинаете чесать рэпу, ну, начали писать функцию, да, начинаете писать функцию, и вдруг, ну, написали там фан, вы запомнили, написали функцию там Neo, да, Neon, ну, допустим, и вдруг вы начинаете себя ловить на мысли, что вы не знаете, а как указываются типы данных, пролетели, ребята, вот это и есть то, что нельзя допускать, вот именно поэтому я и начал все эти моменты оттачивать, да, если здесь это все оттачивалось в Python, самостоятельном разделе, здесь это тоже вы будете делать, но со мной, а уже личная ответственность на вас лежит, поэтому я и говорю, ребята, архиважный момент, вы должны совершенно спокойно, не так, что чесать, сидеть рэпу и думать, а что там писать, это вы, значит, не знание азов, никогда, вы всегда будете писать, знаете как, искать куски кода в интернете, а не сами писать, никогда не будет с вас программист, поэтому азы надо ставить сразу, вот это я и начал, то есть вы должны четко, ага, соображать вот так, как я показываю, да, написали это, дальше, вы себя в голове продумываете, либо на бумаге продумали, хорошо, у меня такие, такие-то параметры, у вас не должно возникать какого-то недопонимания, а как их записывать с обычным синтексом, вы допустим четко понимаете там, что у вас параметр первый идет int, да, я к примеру говорю, чтобы было проще, да, второй параметр у вас тоже int, да, там параметр vint, то есть это вы уже пишете на автомате, поэтому когда мы проходим вот эту часть, то вы сядьте и напишите, на утро проснулись, проверьте себя, откройте пустой файл, а могу ли я написать осознанно и рассказать для себя, что, что делает, поэтому садитесь и пишите следующим образом, функция состоит, не бойтесь, что вы как новичок делаете, ребята, функция состоит, моя функция называется не он, далее, я указываю, говорим правильно, параметры, которые принимают функция, моя функция принимает параметр ddd, я говорю, допустим, который тип int, integer, целое число, принимает второй параметр sss, ну, пишите, конечно, осмысленно, int, int, это вы сейчас проговариваете, потом вы это должны автоматически считывать, далее, указываем, моя функция будет возвращать тип параметра integer, далее, ставим скобки и возврат, да, пишем, моя функция возвращает return, и допустим, там, ddd плюс, я говорю, к примеру, ссс, далее, далее, думаем, использование, ну, уже уроки рассматривали, допустим, если вы прошли, то есть, на утро написали, все, это вбилось в голову, и это у вас будет уже навсегда, вы должны четко позанимались, ложитесь спать, голове, на мысленном экране, кому как удобнее, ну, представили, вот я пишу то-то, 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 но вы должны четко понять, что вы написали, тогда по ходу, по ходу изучения языка, мы самые мелочи, получается, въедаемся, и нам легко, почему, потому что, чем дальше мы идем в язык, тем меньше для нас непонятного образуется, я просто мог бы рассказать это следующим образом, вот это и есть взгляд, да, взгляд, немножко другой, но, если я говорил 2-3 курса, моя задача была, чтобы поставить функцию, потому что, когда мы начинаем работать именно в пределах функции, вот тут мы, допустим, сложили, потом вычтем, потом применим другой тип, но все делаем в пределах функций, потому что функция это основа, да, то есть, это рабочая лошадка, мы наработаем работу с функцией, и будем знать, как написать разные типы данных, то есть, по сути, мы себя готовим сразу как программист, да, и сразу пишем, не потом будем писать, а сегодня уже пишем, единственное, что я хотел это внимание заострить на нескольких вещах, да, может, где-то я немножко перепрыгивал, но сейчас я подведу итог, итак, итог следующий, новички начинают изучать с Python, почему, потому что в школе Python материал дается проще, что дети понимают 6 лет, дошли до функции, как я говорил, работайте с разделом, который я показывал ранее, дошли до функции Python, я рекомендую начать изучать Kotlin, рынок мобил вам не повредит, подумайте, на сегодняшний день есть такая обычная тенденция, все стремится работать через сервер, то есть Django вам нужно, просто кто-то говорит Django не нужно, Django самый простой способ понять серверное программирование, и ребят, ну, что тут спорить, Instagram, вспомните Instagram, серверная часть на Django, какие вопросы, да нет, вопросы, они отваливаются сразу, теперь, когда вы начинаете изучать Kotlin, вы прочитаете историю, как я говорил, писал Асачи, да, он написал очень четко, это в принципе он повторил мои чувства, да, то есть то, что я испытал, что вы начинаете, он по-своему сказал, что я пишу на разных языках, ну, как будто как на одном, правильно, легкое переключение, но вы заметьте, это не сразу приходит, этому надо стремиться, вот поэтому я новичкам говорю, не надо бояться этого периода, чем быстрее вы начнете, потому что самая большая ошибка, которую я 9 лет назад допустил, но мне простительно, мне никто не сказал, что начал изучать один язык, сегодня я говорю, изучайте по минимуму два, это откроет к любому языку путь, потому что на самом деле функция и в Python функция, ну, там dev тут fun, но принцип подумает тоже, только тут называются параметры, там аргументы, ну, записывается по-разному, а разницы то нет, но когда вы пишете на языке с статической типизацией, потом с динамической, вы начинаете действительно глубоко понимать оба языка, и открываете любой другой, все просто. Я обещал вам основы сказать, зачем я писал это видео, что первое я писал видео, это ради нескольких вещей, а, ну, только что проговорил, изучайте несколько языков, и вот здесь я когда специально сказал, да, может кому, кто-то скажет излишним, там объясняют как детям, ребят, да ведь такие вещи, которые сейчас объясняю, многие пролетают, пролетают, да, потом сидит, уже вроде бы пишет проекты, а сам сидит, вспоминает, а как же параметры записываются в функцию, ребят, так это же дырки, и этих дырок накапливается очень много, и в конце концов один человек вроде бы вечер позанимался с этими функциями, вроде у него медленнее, но через год он строчит, другой пролетел за три месяца, через год и так дальше, да, через год он сидит и говорит, да, вроде когда смотрю, понимаю, писать не могу, разница в подходе изучения, да, вот поэтому это и показываю важно, почему есть люди, которые пишут на двух языках за шесть месяцев, вот они так и делают, ну и для тех, кто начал с этого видео, ссылки в описании, да, почитайте рекомендации ребят, почитайте истории, просто реально, что люди писали в группу, как, да, то есть прочтете и старайтесь делать как они, все тогда будет, ну, что хотел сказать, наверное, сказал, спасибо за доверие. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...